Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие. И сегодня мы завершаем книгу Шмот, потому что глава Пикудей была последней в серии недельных глав этой книги. И на следующей неделе Бейзра Таше мы с вами начнем книгу Ваикра. Но перед тем, как начать книгу Ваикра, стоит подвести некие итоги книги Шмот. Но мы не сможем этого сделать, если не узнаем, какое сегодня число. А-а-а! Плоды воспитания! Сегодня 27-й Адар 5779 года, первый Адар. Совершенно верно. Ну, раз такое дело, то мы с вами сразу перейдем к непосредственно книге Шмот. Надо сказать, что книга Шмот, ее цель – показать то, как Творец начинает диалог с народом Израиля. Обратите внимание, что в книге Берешит нет диалога с человечеством. Есть монолог Всевышнего с избранными отдельными людьми. С Адамом, с Нохом, с Авраамом, Ицхаком, Яковом. Но мы не видим, чтобы здесь было, чтобы был у Творца какой-то достойный собеседник. А ведь смысл Торы – показать, каким может и должен быть диалог между Творцом и его созданиями. А для того, чтобы был диалог, нужен партнер в этом диалоге. В книге Берешит этот партнер только создается. Его еще нету. Он только создается. И поэтому нету и диалога. Иногда Ашем обращается к отдельным выдающимся личностям, которые являются представителями центральной человеческой линии, которые, в конце концов, приводят нас после долгого отборочного процесса и разного рода испытаний, приводят нас к семье Якова. Но обратите внимание, что и семья Якова тоже оказывается еще не достойной быть этим партнером Творца. Ведь посмотрите, как история идет совсем не так прямо, как нам казалось бы. История – это не тротуар Невского проспекта, как известно. Например, когда сыны Якова уже родились, сформировались. Помните, в Шхеме они ведут себя как народ Израиля. И, казалось бы, есть народ Израиля. Они поселяются в стране, начинают плодиться, распространяться. Но мы видим с вами, что Ашем принимает решение о том, что эта семья, хотя и является очень важным зародышем народа, который может быть партнером в диалоге с Творцом, но она, эта семья, еще не готова. В том виде, в котором она существует, она не может быть базой для создания этого народа. Понимаете, то есть, сыновья Якова, сыны Израиля, казалось бы, уже готовы, и они еще не являются той базой, на которой можно создать это народ. То есть, они являются заготовкой. И эта заготовка подвергается страшной термической обработке в чреве египетской печки. Вы понимаете? То есть, это совсем не так просто, как могло бы показаться. Казалось бы, вот уже, да, Авраам, Исхак, Яков, все, колено Израиля, все хорошо. Но мы видим, что Ашем решил, что и этого мало. Этого мало, потому что не может эта семья, даже эти сыновья Якова, не могут в таком виде быть основой создания народа Израиля. Почему они не могут? Потому что они, видимо, еще несут в себе некоторые отдельные негативные качества предыдущего человечества. Где мы с вами это видим? Например, мы с вами это видим в истории в Шхеме, хотя братья были абсолютно правы, что вступили за свою сестру. Но вместе с тем мы видим, что была там и некая, некая черта такая, видимо, у Шимона, как потом выяснилось, любовь к пролитию крови. Что-то было в этом несколько такое заостренное излишне. Или же, например, история с Ру Веном, нахон Ру Вен и Билла. Согласитесь, что как ее не объясняй, как ее не разъясняй, все равно история-то выглядит очень некрасиво в любом виде, в котором ее ни покажи, ни объясни. Хотя мотивация Ру Вена, понятно, была самой позитивной, но дела его были, ну, не укладываются. Они не укладываются. Или же, приведу вам еще пример. Например, отношения братьев и Юсефа. Юсеф ненавидит братьев. Братья ненавидят Юсефа. И кончается это, как известно, очень плохо. Могло бы кончиться гораздо хуже. То есть мы видим, что есть здесь какие-то определенные еще негативные наслоения, которые нужно почистить. Понимаете? И Раф Кук пишет это в книге «Урод». Он говорит, смотри, ведь мой вопрос... Утечка информации. Вопрос состоит в том, является ли народ Израиля непосредственным продолжением предыдущего человечества, или же это совершенно новое создание? Понимаете? Вот в чем вопрос. Этот вопрос задает Раф Кукниги «Урод». Он отвечает на этот вопрос, что вполне возможно, изначально, согласно первоначальному плану, народ Израиля должен быть непосредственным продолжением предыдущего человечества. Но вы знаете, что предыдущее человечество, предварительное человечество, оно... С ним произошло три серьезнейших моральных падения. Это поколение потопа. Там много чего было. Но выделим главное, из-за чего они погибли, это кровопролитие. Вавилонская башня – это бунт против Всевышнего, апофеоз, зидлопоклонство, если можно так сказать, и сдомский разврат. Вот эти три моральных падения, которые отмечает Тура, они не были случайными, или какими-то поверхностными, или какими-то наносными явлениями. Они показали, что человечество по сущности своей больно, деградировано. Понимаете? И вот потому что вещи эти были... Потоп, например, Вавилонская башня – это были общемировые явления. Это не было какой-то отдельный случай, знаете, где-то там на обочине истории. А сдом – это тоже, в общем-то, было не случайно. Сдом – это был здесь, в центре человеческой цивилизации. И, вероятно, был какой-то фон у этих событий. То есть, сдомцы не стали сдомцами вдруг в отрыве от окружающей реальности. В любом случае, если вы посмотрите на Тора, Тора рисует сдомскую проблему не как региональную, городскую, метрополитенскую, метрополитическую, а слово «метрополия», а как некий катаклизм мирового характера. И поэтому, так как предварительное человечество, оно не могло, оно было больно, то строить на таком фундаменте – это дело бесполезное. На таком фундаменте, что не построишь, оно все равно рухнет. Понимаете? Вот в чем проблема. И мы видим с вами, что сыновья Якова действительно были, хотя и результатом долгого отбора и лабораторной работы, тем не менее, все равно семья Якова была непосредственным продолжением предварительного предыдущего человечества. И она, к сожалению, то есть сыновья Якова, к сожалению, у них еще имеет место вот отдельные такие качества. Поэтому, говорит Равко Укашем, решил сделать качественный скачок. То есть отправить Израиль, то есть колено Израиля, сыновья Якова, отправить их в плавильную, эту египетскую печь. С тем, чтобы египетская, вот эта вот термическая обработка страшная, которая там произошла, она изменила нас, и мы как бы заново родились. И если вы обратите внимание, в книге Дворим, так оно и рисуется. Муше рисуют выход из Египта, как рождение. Обратили внимание? Да. Например, он говорит, был ли когда-нибудь, чтобы Элухим брал себе народ из среды народа? Что это за ассоциация, когда кого-то берут из внутри кого-то? Роды. То есть египетская цивилизация рисуется в Торе самим Муше как мать. Помни родину-мать. Нахон, мы должны все время помнить родину-мать египетскую. Родину-мать, умей за нее постоять. Мы все время вспоминаем, Нахон, что бы мы ни делали, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, память о выходе из Египта. Шаббат память о выходе из Египта. Вот Филиппа. Все, что я делаю, это память о выходе из Египта. Понимаете? То есть это вещь, которая в нас заложена, поскольку действительно Египет для нас это наша национальная мать. Насколько она была ласковой к нам. Она мальчика? Об этом... Лео, она не мальчика. Она родила нас? А нравится тебе это, не нравится? Об этом ты можешь дискутировать, приводя аргументы. Но одного ты не можешь отрицать, что Египет нас родил. Почему-то надо уйти от нее. Надо любить ее. А я тебе объясню. Вот у нас с собой было беленькое издание. И в этом беленьком издании есть у нас глава Берешит. В главе Берешит есть ответ на твой вопрос. А есть ответ на твой вопрос. Есть ответ на твой вопрос. Сейчас. Сейчас. Если бы я помнил, я бы сразу нашел. Как раз проблема. Вот как раз. Вот, пожалуйста. Это второй пэрек, двадцать четвертый пасук. Поэтому оставит муж отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут одной плотью Яфе. То есть, жена для народа Израиля это земля Израиля. А мать наша, извините, Египет, нравится эта мать вам или не нравится, но этого факта мы извинить не можем. Мы родились там. И поэтому мы должны ее помнить, но должны ее оставить. У нас очень сложные отношения с Египтом. Но в любом случае я хочу заострить ваше внимание на том, что там в Египте с нами произошли изменения. Это были страдания национальные. Египет нас переварил, переделал, переплавил и говорит Равкук, это его идея, я его иллюстрирую своими скупыми словами, он говорит, и когда вышел народ Израиля из Египта, это был народ, родившийся заново. И получается, понимаете, что есть здесь определенная двойственность. С одной стороны, народ Израиля, безусловно, является продолжением предыдущего человечества. Потому что Аврам, Ицхак, Яков, они же не с луны свалились. У них есть предки и так далее. И оттуда, понятно, отборочная работа, отсеивание и так далее. Но в конце концов, это является продолжением. Адам, Нох, Авраам и так далее. С другой стороны, когда сыны Израиля спустились в Египет, вот эта вот линеарность, то есть, это непрерывная линия прервалась. Произошел, как говорят философы, диалектический скачок. Понимаете? То есть, шло все линейно. И новое. То есть, вышел новый народ. Который вроде бы продолжение, а вроде бы не совсем. Вот такой сложный характер. И поэтому египетское рабство, понимаете, оно переварило, переплавило все те пороки, которые пережила человечество на предыдущем этапе израиль пережил в египте заново переплавление вот этих вот пороков предыдущего человечества всего человечества понятно и поэтому неудивительно пожалуйста вы хотите примеров их есть у меня что делали сыны израиль в египте работали кирпичи делали из глины на ход теперь я вас спрашиваю не напоминает ли вам это что-либо из истории человечества конечно очевидная ассоциация прядь которая что-либо рассказывает с подробностями не для того чтобы у вас была информация для того чтобы у вас была ассоциация я сейчас не говорю о том кто и почему строил а то хочу отметить что тура явно намекает на ход ты не можешь от этого избавиться от этого впечатления что здесь явная идет ассоциация с вавилонской башни потому что там ставили кирпичи строили кирпичи все однозначно приведу другой пример это уже в нашей книге видите давайте я вам прочту кое-что из книги шмот но не рассказывайте никому очень своевременная книга чего будет еще одна теперь посмотрите вот я вам прочитаю интересную историю сипурчик 21 это не счет манч закончится счетом 20 в нашу пользу помните попугая 21 шмот 21 еля ли никто некто это фантазии переводчиков я читаю белое издание и пошел муж из дома леви согласитесь что никто это понятие который в тонахе просто невозможно представить нет такого понятия некто. Да. Из дома Леви. И взял дочь Леви. И забеременела жена и родила сына. И увидела его, что хорош он. И прятала его три месяца. И не могла еще прятать его. Слушайте, внимательно-внимательно. Если у тебя не будет совланута, то ты ничего не узнаешь. И не могла еще прятать его. И взяла ему ковчег из гомы. Гомы это лотос, видимо. И обмазала его глиной и смолой. И положила в него ребенка и положила в тростнике у берега реки. И встала сестра его издалека узнать, что сделано будет ему. И спустилась дочь пора купаться к реке. А служанки идут рядом с рекой. И увидела ковчег в середине тростника и послал рабыницу и взяла его. Ну и дальше история известна. Открыли, пожалели, усыновили. Теперь у меня к вам вопрос. А эта история ничего вам историю не напоминает? Ковчег? Вы не слышали этого слова? Ковчег. Здесь это то же самое слово. Тейва. Тора же не будет слова просто так. Могла бы сказать корзинка, могла бы сказать ящик, могла бы сказать лодка. Нет. Тора использует в точности то выражение, которое хорошо знакомо нашему читателю из книги Берешит главы Нуах. И получается интересная картинка. Опять ковчег, опять водичка. И опять в этой водичке, в этом ковчеге некий человек, который спасается. Надо быть очень читателем, невнимательным, чтобы не обратить внимание на эти сходства. Случайность? Не думаю. О чем это должно нам сказать? Это должно нам сказать о том, так не говорят, это должно сказать нам то, что на примере этого ребенка переживается заново потоп. Кирпичи таскали, это заново Вавилонская империя, Вавилонская башня, а водичка и ковчег, это потоп. Кстати, вы думаете, это какие-то мои выдумки? Хасвай шалом, у меня нету выдумок. Наши мудрецы говорят, как говорят наши мудрецы на русском? Мудрецейну, правильно, мудрецейну. А с мудрецейну что говорят? Мудрецейну говорят, я не помню, где-то там в море, они говорят, слушайте, говорит, потрясающая фраза, да, у наших мудрецов. Они говорят, откуда Муше в Торе, то есть, где Муше упомянут в Торе? Хороший вопрос? Да. То есть, искали, искали, вычитали, читали Тору, все там есть, только Муше не нашли. Да, он? Говорит, ты знаешь, искали. О, говорит, конечно, Муше в Торе есть. Знаете, где его нашли? Они нашли его в беленьком издании. Они нашли его в той книге единственной из всех книг Торы, в которой Машине упоминается, в книге Береши. Я вам покажу, чтобы вы поняли, как работают ухты головы. Когда наши хамин что-нибудь говорят, то надо очень-очень долго и очень-очень думать. И все равно без объяснений не поймем. Я хочу приучить вас к тому, чтобы вы серьезно воспринимали их слова. Давайте посмотрим где это у нас. потоп. Потоп. Вот, пожалуйста. Сейчас я вам скажу, где Хохамин нашли Муше в Торе. Да. Сейчас. Сейчас. Да, батенька, да. Дальше много раз ты бы из Хохамин нашел. Сейчас. Сейчас. Ага. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Это же надо, а, вот когда нужно, вот тогда и не находишь. О! Нашел. Я не знаю, я нашел в беленьком издании. Нет Господи в Торе. И сказал Ашев, не будет судиться дух мой в Адаме вечно, потому что он плоть, то есть мясо. И будут дни его сто и двадцать лет. Теперь смотрите на иврит. Я читаю на иврите. Вы со мной? Нет, нет. А с кем вы? С кем вы деятели культуры? Я читаю. Понятно? Сказал Ашем. Не будет больше судиться дух мой в человеке. Леу-лям. На вечно. И дальше слово, которое я искал. Бешагам у басар. Видите это слово бешагам? Бет, шин, гиммел, мем. Шин и мем это те же буквы, что в слове мушэ. Нахон? А бет и гиммел вместе сколько это? Пять. Какая-то буква. Гей. Получается шин, мем и гей. Ага, говорят мудрецы. Нашли мы мушэ в Торе. Бешагам. Гематрия мушэ. Гениально, да? То есть искали всю Тору, где мушэ не нашли. А вот здесь нашли. Что хотят сказать наши мудрецы? Ну, что потенциал мушэ был во время потопа. И поэтому здесь есть намек на него. Но он не сработал. А вот во время поколения мушэ он сработал. То есть ноак спас свое поколение? Нихт. А мушэ спас свое поколение? Получается, что здесь заново схематично воспроизводятся два этих поколения. Какие мудрецы были? Наши мудрецы. А фамилии? Фамилии? Да. Милицейские вопросы. Есть такой бедраж? Найди его в гугле. А фамилии. Теперь, что я хочу сказать, что мы в Египте пережили эти три вещи. Вернее, эти две вещи. Интересно, что с дома мы там не пережили. Вот с дом был отложен на другое время. Не понял вопроса. А, не знаю. Вопрос. Вопрос. Здесь я просто хотел обратить ваше внимание, что мы в Египте заново пережили все эти травмы человечества и их исправили. И вышли из Египта народом, который уже не нес вот этих вот негативных черт. То есть, понятно, что негативные черты могут быть сколько угодно вовне, но в сущности этого народа не было уже негативных внутренних черт. Потому что египетские страдания их изменили. То есть, вы понимаете, что с вами произошло? Мы были продолжением человечества, а Египет как нас настроил? Вот какое у нас было настроение после египетской этой всей истории? А? Мы просто против были. То есть, мы вышли не как продолжение Египта, который был пиком человеческой цивилизации, а как негатив его. Понимаете? Как отрицание. Мы вышли оттуда с одной только мыслью. Только не как Египет. Например, мы видим, Муше там начинает судить народ, и вместо того, чтобы создать судебную систему, он сидит один и судит. Ему и Тро говорит, что с ума сошел. А я вас спрашиваю, действительно, Муше что он... Это сложно было догадаться, что нужно создать судебную систему. Это нужно было ждать и Тро для этого. Почему Муше сидит и судит весь народ один? Он осмотрелся несправедливого суда? Конечно. Он осмотрелся, что такое судебная система египетская. Он прекрасно знает, что это такое. Это система, которая работает сама на себя, справедливостью там не пахнет. И он говорит, ребята, я буду судить вас сам, потому что я с Илухим говорю и к вам непосредственно. Ты не можешь так работать физически. Но, по крайней мере, судебная система Израиля начинается как отрицание египетской системы. Или же, например, то же самое рабство. Наход? В Египте рабство – это дело святое. Мы выходим из Египта антирабство. В Торе же тоже рабство есть. В Торе есть рабство, потому что оно существует. И Тора его… первое, что Тора делает, это пытается его отменить. Хон, с чего начинается глава Мишпатим? Я думал, это наизусть только же. Вспомни, с чего начинается глава Мишпатим? А? И что дальше? С чего начинаются эти суды? Если вы не посмотрите… Рабов! Рабов! Будет раб еврей! Освободи его! Лё! Первое, что Тора… Я не знаю… Нет, ты понимаешь, почему игра у нас с тобой неравная. Потому что у меня перед глазами текст, а у тебя нежелание его открыть. Поэтому у тебя нет шанса на победу. Просто вы так быстро перемещаетесь по главам? Да, но я их открываю. Я же не написал эту книгу. Я понимаю, но… Ты человек молодой. Хо-хо-хо! Ты ещё молодой. Двадцать один, два. Если купишь раба еврей, шесть лет будет работать, седьмой выйдет на волю безвозмездно. Тора не говорит, что рабство должно быть. Оно говорит, что если оно есть, то по крайней мере нужно освободить раба. Доброе рабство. А если нет рабства, это ещё лучше. Потому что мы не любим рабство. Тора относится негативно к рабству. Оно теперь человек, который говорит, я полюбил господина, не выйду на волю. Что с ним делают? Ухо проколол. Кстати говоря, всегда задают вопрос, ну и что, что ему прокололи ухо? Ведь, допустим, ему прокололи ухо. А, кстати, для чего это делается? Ну, прокололи ему ухо. Чтобы шерегу вставить. Конечно. То есть, это знак рабства. Нужно показать, ребята, вот видите, вот он выбрал рабство. Это не то, что его продали в рабство. А он сам себя продал в рабство. Ну, что он ещё же их прокололи ухо, потому что он слышал. Это для него. Это для него. Для него. Для него. А для окружающих. Ведь если... Ну, ему прокололи ухо. Я что, смотрю у него в ухо, какая у него... Кстати, если человеку проколоть ухо, оно срастётся очень быстро. Понимаете? И даже если оно не срастётся, я ничего не вижу. А это, может быть, знак. То есть, вероятно, в них вставлялись определённые серьги. А вот парень сидит на дежуре. Я не хочу на личности. Кстати, интересно. Я вам... Я вам... Я вам приведу интересную вещь. В Алжире... Я слышал от травы шарки. В Алжире была община еврейская, в которой был обычай носить сергу в ухе. Почему? Потому что у них была традиция о том, что они происходят от освобождённых рабов. Что является, видимо, доказательством, что рабы носили серьги. И когда ты видишь человека, а ты понимаешь, что он раб, а это ему как бы позорно. Понимаете? Чтобы... Катя, это нехорошо, что выбрал рабство. По крайней мере, все будут видеть, что ты раб. Чтобы он не... Чтобы они повады было. Они стали гордиться. Лё! Они гордились тем, что они освобождённые. Надо серьги так проснимать. Как надо или как надо, это поговори с ними. Меня интересует здесь факт. Факт, который для меня является свидетельством того, что признаком раба была серьга, которую мы вставляли. Тогда действительно ясно. Вот видишь, идет человек, который был рабство. У-у-у! Красиво. Красиво. Красиво быть рабом. Мы вышли из Египта, из дома рабства, чтобы быть рабами. Но была такая социальная, есть такая социальная реальность. Абиссадер. Но от нее надо избавляться. Тура не любит рабство. Нахонно. Или я ошибаюсь. По-моему, на каждом углу здесь написано, что рабство это нехорошо. И поэтому, чем меньше ати, вы мне скажете, конечно, но ведь и в современном мире есть рабство. Много видов неофициального. Есть и официальное, но много видов неофициального рабства. Это верно. И поэтому современное общество должно стремиться как можно к меньшему уровню рабства, подчиненности и принуждения человека. В том числе, я вам приду пример, например, в ранешние времена не было у людей досуга. Свободного времени не было. Люди работали с утра до ночи и все. И ночью и выходных не было. И то, что в современном обществе есть у человека какое-то свободное время и выходные дни, эта вещь совершенно неочевидная. Понимаете? Когда римляне и греки смотрели на нас и видели, что у нас есть шаббат, то это производило у них шоковое впечатление. Потому что, а что это они один день не работают? Развленились, лентяй. Так это воспринималось. Сегодня, выходной день, это естественная вещь. Но не думайте, что так всегда было. Что-то насчет Китая я слышал нехорошие вещи. Но так как точно не знаю, говорить не буду. Значит, выходных там. Пожалуйста. Да, да, совершенно верно. Паро говорит, что это вы тут начали разговаривать, всякие, понимаешь, слова говорить. Это, наверное, потому что у вас много свободного времени. Арбайт, арбайт, работать. Да. Потому что люди не должны работать и не думать. Вот вам это рабство. То есть, человек должен иметь время для того, чтобы думать. Это, кстати говоря, пишет Раби Муше Хаим Люцатто. Рамхаль. 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 Потрясающе. Рамхаль пишет в своей книге Месилати Шарим, что человек должен оставлять у себя время для внимательного анализа своей жизни, чтобы думать, что он сделал сегодня правильно, а что сделал сегодня неправильно. Рефлексия. Да. А вот человек, который этого не оставляет, он говорит, как скотина, которая бежит и не думает. Как нужно просто садиться и рефлексировать? Человек должен оставлять время для уединения и размышления, и анализа своей жизни. Это должно быть постоянным. Если человек этого не делает, то он бежит по жизни, как какой-то конь безумный. Не думая, не размышляя и так далее. И там как раз Рамхаль, почему я это вспомнил, что Рамхаль как раз приводит в Паро. Он говорит, Паро, когда хотел, чтобы люди не думали, он что говорил? Работайте, работайте, больше увеличивайте норму, чтобы они не думали. Понимаете? То есть, человека нужно отупить, не дать ему время задуматься. Да. И, кстати говоря, люди сами склонны это делать. Люди очень не любят оставаться наедине и размышлять, и анализировать. Человек обязательно пытается, множество людей, современная культура все время дает человеку возможность не задумываться. Вот он остался один, надо срочно включить какую-нибудь музыку, какой-нибудь фон. Есть люди, которые остаются в одиночестве, они не могут. Они обязательно что-то включить, что-то такое говорить, что-то играть, что-то такое, промывать им мозги. Телевизор хотя бы. Телевизор, он просто для этого создан. Да. То есть, все средства для промывания мозгов хороши, но ничего лучше телевизора для этого не изобретено. Телевизор это просто, это просто. Изобретено. А? Изобретено. Изобретено. Да. То есть, это… Нет лучше, чем телевидение для полного тотального оболванивания населения. Полное тотальное оболванивание населения, оно нигде так успешно не происходит ни через что, как через телевидение. Это идеальное средство. И поэтому можно сложить свою голову в телевизор на всю жизнь и, в общем-то, не думать. Ну и соответствующее происходит деградация со всеми остальными частями человеческой личности. На интернете же он тоже рекомендует. В интернете же право большое как все делает. Лё! Почему? Я тебе объясню почему. Когда пришел интернет, я закричал «Ура!» Почему? Не потому что интернет чист как стеклышко, а потому что в интернете есть выбор. Да, да, да. Рего, 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 вы дослушаете, вы подумаете. Может я что-нибудь все-таки ценное скажу, потом я вас выслушаю, вы скажете что-нибудь ценное. Понимаете, чем интернет отличается от телевизора, извините за выражение. Интернет отличается от телевизора тем, что в нем есть выбор. Ты выбираешь. ты можешь выбрать все, что угодно. Ты можешь выбрать… Это ограниченная свобода. Там нет того, чего нет. А в телевизоре нет. А в телевизоре нет. Я… Я… Ну, вы… Выслушайте меня до конца. Может я все-таки что-нибудь ценное скажу. А потом я вас выслушаю. Может вы что-нибудь ценное скажете. Так вот, сделайте такое упражнение. Дайте договорить мне до конца фразу. Это трудное упражнение, но постарайтесь. Так вот, телевизор… Интернет оставляет человеку выбор. Ты можешь залезть куда угодно, чем угодно и так далее. Но ты ни на кого этот выбор спихнуть не сможешь. Это ты полез и залез и так далее. Телевизор не оставляет никакого выбора человека. Все 516 каналов, которые есть в телевизоре, к примеру, все абсолютно оболванивают человека. Ты можешь выбрать только какое… Какой вид оболванивания и деградации тебе предпочитают. Самый лучший вид оболванивания и деградации – это спорт. То есть, это самое безобидное. Из всех каналов, если ты смотришь, ну там, я не знаю, природу и так далее. Но обычно это полное, полное оболванивание. И здесь нет выбора. Ты только туда включил – все. Твою голову помещают сразу в соответствующую, знаете, барабан и начинает… Не секунды самостоятельного мышления. Множество картинок. Обратите внимание, две-три картинки одновременно, внизу еще надпись, там еще что-то. Человеку не дают ни секунды даже сосредоточиться. Это полная, полная, абсолютная деградация. Поэтому человек, который вырос на телевизоре, его видно на 100 километров. Бару Хаше пришел на интернет, сказал, ребята, все, кончилась власть телевизионных магнатов. Начинается власть интернет. А в интернете каждый… В интернете я тоже могу что угодно говорить и транслировать. И ты, и он, и так далее. Направить давление. Понятно. Это верно. Но все равно, даже в тоталитарных некоторых странах северных, все равно это невозможно полностью контролировать и определить. Понимаете? То есть интернет дает возможность всем говорить все, что они хотят. Я же не хочу сказать, что все хотят говорить только хорошие слова. Но, по крайней мере, нет централизации промывания мозгов. Китай, никель, китайский, файл, полная. Бессета? Окей. Из всего можно сделать все, что угодно. Это я к тому, что… А как мы к этому вышли-то? А, к тому, что Паро говорит, ребята, они много говорят. Давайте увеличим им норму. Ну, это же натуральный гулаг, нахон. Работать, работать, работать. Еще раз работать. Работа, работа, работа. Нас в свое время учили, что работа сделала из обезьяны человека. Ну, какого человека она сделала? Понимаете? То есть такое впечатление… Получается такое впечатление, что обезьяну, если посадить в гулаг, то она станет человеком. Ахон. Там же работаю. Да, кицу, что я хочу сказать. Что, возвращаясь к нашей теме, что выход Израиля из Египта дал человечеству возможность понять, что человек – это не какое-то рабское существо, которое не может жить или думать по-другому. А человек – это свободное существо с сознанием, с выбором, с моралью. И вообще это звучит гордо. С этого момента не только в Израиле, во всем человечестве началась новая эпоха. Как Раф Кукс во время сказал, никогда Песах, выход Израиля из Египта навсегда останется весной всего человечества. Пам-парам-пам-пам-пам. Поэтому… Продолжение следует...